«Голубой огонёк» – любимая телепередача советских людей, собиравшая перед экраном десятки миллионов зрителей. В программе «По страницам голубого огонька» мы вспомним тех, кто имел отношение к этому проекту в период с момента возникновения в 1962 году по 70-й год 20-го века. КОНЕЦ Фотогалерея посвящена первым ведущим программы. Ну а версия, как появился «Огонёк» такая. В 1962 году главному редактору музыкальной редакции позвонили из ЦК КПСС и попросили придумать музыкально-развлекательную программу. Тогда, в начале 60-х годов, власть поняла значимость телевидения. Александровский завод начал серийный выпуск телевизоров «Рекорд» и телевидение, если можно так выразиться, входило в каждый дом. Ну а у кого телевизора не было, посмотреть чудо техники приходили к родным, друзьям, соседям. Поручили придумать идею новой передачи молодому сценаристу Алексею Габриловичу. Через пару недель его вызвали к начальству. Сценарист, накануне отмечавший что-то в кафе, на ходу придумал форму кабачка, куда актёры приходят после вечерних спектаклей и рассказывают забавные истории. Дата первой программы по одним источникам пятая, по другим – 6 апреля 1962 года. Была она посвящена цирку. Сначала огоньки шли еженедельно. Первый новогодний огонёк с 1962 на 1963 год был 42-м по счёту. В дальнейшем их стали приурочивать к праздничным датам – «Дню космонавтики», 8 марта, 1 мая. Вечернем сеансе в небольшом городке Пела песню актриса на чужом языке «Сказку венского леса» «Я услышал в кино» «Это было не давно» «Это было давно» ПЕСНЯ «Это было не давно» «Это было давно» «ПЕСНЯ «Раз ли мог я подумать» «Мог поверить тогда» «То, что с юностью нашей расстаюсь навсегда» «Но остался надолго» Этот вальс из кино Это было недавно Это было давно Этим дням не подняться И не встать из огня Что же вальс этот старый Всюду ищет меня Вот давно и мы с тобою Получем нам кино Это было недавно Это было давно Это было недавно Это было давно Первоначально программа называлась Телевизионное кафе Позже ее переименовали На огонек Затем на голубой огонек Имея в виду специфическое Голубоватое свечение экрана И, наконец, в голубой огонек Посетителями голубого огонька Были всеми любимые Артисты, музыканты, поэты, спортсмены Передовики производства Герои труда Советские ткачихи Колхозники Рабочие Космонавты Видные военные Деятели науки Культуры и искусства Также гости из социалистических стран Отличительными атрибутами Новогодних голубых огоньков Была непринужденная атмосфера Которую подчеркивал серпантин Летающий по студии Советское шампанское И угощение на столиках у гостей Сюжет построения телепередачи был прост За столиками кафе Сидели все участники И выступающие актеры И приглашенные гости Артисты и гости Попеременно поздравляли телезрителей С событием По поводу которого собрались Затем артисты поднимались на сцену Для выступления Главными героями огоньков 60-х Конечно были космонавты Устраивались даже специальные Космические огоньки После полетов Рейтинги таких программ Наверное тоже были космическими Только их тогда никто не считал Николай Месяцев Бывший председатель Гостелерадио СССР Вспоминал, что директор Куйбышской гидроэлектростанции Всегда просил его заблаговременно сообщать Когда будет огонек Чтобы можно было подключить Два дополнительных турбогенератора Ты сказал, что хочешь в этот раз погулять со мной Тихой летней ночью в поздний час В парке под луной Не скрывая сожаленья Я опустила в двор Тебе ж твое воображение Ты мой фантазер Встречу под часами У метро Или у кино Мы же знаем сами Что давно Так заведено То ли дело ожиданье На голубой звезде Где же так мочить мне свиданье Встречу назначить Где же с тобой Встречу ко мне Не по твоему А на луне Где же с тобой Встречу ко мне Не по твоему На луне На луне На луне Аплодисменты Детство дружит с небесами, Не предаст вовек свою первую мечту. Если б ты знала, если б ты знала, Как тоскуют руки по штурвалу, Лишь одна у летчика мечта. Высота, высота, Самая высокая мечта. Высота, высота, Не штурвал, а небо крепкими руками, Обойму движением одни. Выслеть о ракетой, падая, как камень, От машины в воздухе я неотделим. Если б ты знала, если б ты знала, Как тоскуют руки по штурвалу, Лишь одна у летчика мечта. Высота, высота, Самая высокая мечта. Высота, высота, Обойму тебя я крепкими руками, По тебе я в небе тосковал. Я тебя сыплю взлетными стихами, В небе для тебя одной я их собирал. Если б ты знала, если б ты знала, Как тоскуют руки по штурвалу, Лишь одна у летчика мечта. Высота, высота, Самая высокая мечта. Высота, высота. Фотогалерея представляет коллективы, Которые обеспечивали музыкальное сопровождение праздничных программ. На огоньке были представлены все эстрадные жанры, Традиционно звучали народные песни, классические номера сменяли столь популярные и любимые в те времена цыганские романсы, цирковые номера, балетные миниатюры, эстрадные танцы, звучали задушевные и зажигательные эстрадные песни. И, конечно, всегда было много юмора. И гости, и выступающие артисты съезжались со всех уголков необъятной страны. Было представлено всё многообразие палитры многонациональной советской культуры и искусства. Большинство программ шли в прямом эфире. И, к сожалению, даже не сохранилось записей этого уникального, как бы сейчас сказали, ток-шоу. Широкой публике доступны лишь записи новогодних голубых огоньков и малая часть других программ, приуроченных к различным праздникам. АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Создатели программы посчитали, что раз главная развлекательная программа выходит в конце года, то и звучать в ней должны лучшие песни, исполненные в этом году. Прозвучит песня на радио, полюбится слушателям, и вот уже сотни писем идут в редакцию «Огонька» с просьбами включить её в новогоднюю программу. Да даже тысяча писем не являлась гарантией. Десятки мешков писем, да-да, именно так, определяли участника. В одном из первых новогодних «Огоньков» даже Людмила Зыкина исполнила всего лишь куплет из знаменитой «Течёт река Волга», стоя на сцене с такими любимцами публики, как Майя Кристалинская, Владимир Трошин, Эдита Пьеха, Дмитрий Ромашков, также исполнившими по куплету своих песен. Вот какая была конкуренция. На «Голубом огоньке» возникли первые клипы, хотя тогда никто не подозревал, что это так называется. Позже кумирам, Эдите Пьехе, Кобзону, Магомаеву, Татьяне Шмыге, позволялось исполнять по две, а то и по три номера подряд. Присутствовало и импортозамещение, исполнение иностранных хитов на русском языке. Непревзойденным мастером в этой области был Эмиль Горовец, настоящее зеркало зарубежной эстрады в СССР. Позволялись и эксперименты. Так в одном из «Огоньков» Иосиф Давыдович вышел на сцену с автоматом в руках в сопровождении Барбудос и Бородкой Аляча Гевара и потряс публику исполнением песни «Куба, любовь моя». Мода исполнять песни из любимых старых фильмов родилась не в наши дни. На «Огоньке» на встрече 1965 года в честь 20-летия картины «Небесный тихоход», сыгравшие главных героев Николай Крючков, Василий Нищепленко и Василий Беркурьев, с большим успехом исполнили прямо в студии первым делом самолеты. Да еще и привлекли к этому настоящих армейских генералов. На протяжении первых лет существования «Огонька» его создатели придумали и освоили все то, чем живет нынешнее развлекательное телевидение. Разница только в техническом исполнении, но идеи и наполнение остались прежними. В том, что показывали в «Огоньках» полвека назад, легко можно разглядеть отдельные черты и целые передачи сегодняшнего телевидения. Зеленый выкрасили город колдовский каким-то цветом. Это снова, это снова по билетам, по билетам, что так быстро ротают листья. Ничего мне непонятно, я ловлю, как эти листья, наши даты, наши даты. Я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Ах, мой опыт, ах, мой опыт, Ангелета, Ангелета, я прожил на мордополую самоветренной женщины. Я давно не стал такой, и не больше, и не меньше. Зеленый выкрасили город колдовским каким-то цветом. Это снова, это снова по билетам, по билетам, по билетам. Это снова, это снова по билетам, по билетам. ПЕСНЯ 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 Встречать Новый год в приподнятном настроении всегда помогали юмористы. Фронтменом жанра был Аркадий Райкин, и его никогда не ограничивали исполнением какой-либо одной миниатюры. Сверхпопулярны были два дуэта – Тарапунька и Штепсель, порой песочевшие на новогодней сцене бюрократов, и Миров и Новицкий, шутившие не слишком мудрёно, но зато актуально. Так в 1964 году они откликнулись на сверхмодную тогда тему кибернетика. Были и музыкальные дуэты, очень тепло встречаемые публикой, такие как Рудаков и Лавров. Блистали, трус, балбес и бывалый. Они стали центральными персонажами-браконьерами в новогодней передаче «Сказки русского леса» в 1966 году. Это было настоящее театрализованное представление, а не просто посиделки в студии-кафе. По всему волшебному лесу эти злодеи наделали ловушки для артистов, попадая в которые невозможно было выбраться, не исполнив номер. И даже доблестные лесники Олег Анофриев и Евгений Леонов с трудом справлялись с ними. Кстати, программа «Сказки русского леса» была особо отмечена на крупном международном кинофестивале. Смешные чудики в то время были не отвязные, как сейчас, а с культурным уклоном. А называется данная фотогалерея «Смех» и не только, потому что в неё включены также представители и разговорного жанра. Чтецы басен, стихов, мелодикламаторы. Мы сегодня ваши гости скажем тост какой-нибудь, но простите, будет в тосте сатирическая суть. Славит пусть в Москве наш тост, новоселов бурный рост. Жаль, что едет новосёл, в основном из ближних сёл. Мы свой тост поднять могли бы за успех в уловах рыбы. Тост о рыбе огласить, а сосиской закусить. Тост наш за кооперативы, дом обмыть пришла родня. Так обмыли мне квартиру, отмывал четыре дня. Тост проблемный новогодний. Как домой попасть сегодня? Да, под Новый год такси не найти по всей Руси. Скажем тост, чтоб были рады в кинобухгалтерии. Рюмку залпом пить не надо, делим на две серии. В ваших ностах надо будет вам хозяйку не забыть. И она вас не забудет, ей всю ночь посуду мыть. Нас связал с восточным краем спутник полный один. Ловлю крабов наблюдаем, не едим, так поглядим. Спал Васильевичем вдвоем, мы, как правило, не пьем. Но уж в нынешний-то праздник мы с ним душу отведем. На тебе сошелся клином белый свет На тебе сошелся клином белый свет На тебе сошелся клином белый свет Но пропал за поворотом самый след Мне бы взять, да побежать за поворот Мне бы взять, да побежать за поворот Мне бы взять, да побежать за поворот Побежать, да только гордость не даёт Кто дождей пройдёт над миром, кто порос Кто дождей пройдёт над миром, кто порос Кто дождей пройдёт над миром, кто порос И однажды ты услышишь и придёт Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет На тебе сошёлся клином белый свет Сколько зим ты тихо скажешь, сколько лет Сколькоepada На тебе сошелся клином белый свет Здравствуйте, дорогие товарищи, добрый вечер Желаем вам, чтобы вы все в новом наступающем году здоровенькие булы. Что тебя там держит? Вот ленточку. Ленточку. Взял и порвал. Подумаешь? Серпантин. То у вас серпантина. У меня отходы. У меня телеграфные ленты. Вот, бачишь? Новогодний, льготный тариф. Три адреса. Киев. Укрцукр. Укркурупр. Укррук. В счетах представленных укрцукром, укркурупром, укршкуркурупром на сумму 109 386 рублей 12 копеек запущена ошибка в расчете стоимости тары на 5 копеек. Срочно телеграфьте уточненную сумму на 109 386 тысяч рублей 0,7 копеек. Точка. Безобразие. Это же настоящий бюрократизм. Из-за каких-то 5 копеек такая глянющая телеграмма. А ты представляешь, сколько она стоит? Каждое слово 3 копеечки. Чего ты кричишь? Чего ты кричишь? Это же по льготному тарифу уйдет. Почему? А вот же в конце написано, бачишь, вот, вот, с новым годом. На какие коснеты. Теперь бюрократи научились экономить государственную копеек. Ой, когда мы покончим с этим бюрократизмом, не знаю. Вот ты не знаешь, а я знаю. Треба организовать специальное министерство хорошего отношения до людей. Минхор від люд. Сложное название. Можно скоротить. Просто Минхор від. А где же люди? На что тебе люди, коли министерство будет? А в министерстве главки. Глав чуткость, глав любовь. Глав забота. С отделом приятного обхождения и сектором лаза. Хорошо. И чем же будет заниматься это министерство? Хорошим отношением до людей. Вот тебе кто-нибудь обидел? Ты в Минхор від, я куридну хату. Вот допустим, я Минхор від, а ты просто від. А что такое від? Відвидувач. А спросите. Иди до меня, да. Здравствуйте. Здоровеньки были. Это глав забота? Так точно, что вас турбует, дорогая. Понимаете, мне в магазине недовесили картошку. Ай-яй-яй-яй-яй. И при этом еще оскорбили. Ай-яй-яй-яй-яй. Значит, нема у них тут любови. Вот, 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 вот. Значит, не любят они свою работу. Я им так и сказал. Значит, вы не до нас попали. Вам глав любовь треба. Глав любовь. Скажите, пожалуйста, это глав любовь? Понимаете, мне в магазине недовесили картошки. Глав любовь не главкартошка. А что же мне делать? Обратитесь в главчуткость. Главчуткость? Скажите, пожалуйста, это главчуткость? Ни лиценьки. Ни лиценьки. Ни моя серединяточка. Это главнешность. А главчуткость у нас у подвальчику находится. Вот туда идет моя квитиночка. Ну, пойдем, 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 пойдем. Скажите, пожалуйста, это главчуткость? Нема тут никакой чуткости. Ходят лоботряцы всякие, работать не дают. А что же здесь? А ты думаешь, что, повылазило, что ты читать не умеешь? Он же написано, главвежливость тут. Ну, как тебе это думает, что ты в главном министерстве? Нет, не нравится. Теперь, наоборот, намечается сокращение управленческого аппарата. Что было, например, поменьше главзаботы, а побольше заботы. Поменьше главрыбы, а побольше рыбы. Поменьше главработы, а побольше работы. Одним словом, поменьше главных, а побольше работающих.